В транспортной блокаде в 6 километрах от областного центра. Раннее утро, еще темно, а в деревне Беленицы уже кипит жизнь. Без 15.7 к остановке общественного транспорта подтягивается народ. Взрослые дети, кому-то нужно на работу, кому-то на учебу, кто-то спешит в больницу. Время прибытия автобуса 7.00. 7.05, 7.10, автобуса нет. Кто-то уходит в город пешком, чтобы сесть на транспорт в Курьянове. Остальные остаются ждать. Этот сценарий повторяется в Беленицах каждое утро на протяжении нескольких дней. Во вторник утром наши дети не смогли уехать в школу. Не приехал ни 108-й автобус по расписанию, ни в 7, ни в 7.25, ни маршрутка. То есть дети пошли по обочине пешком в Курьяново, кто-то пошел домой, кто-то вызывал такси, то есть добирался кто как мог. Мой ребенок опоздал в школу, ей написали замечания, не пустили на урок. Долгожданный автобус появляется только в 7.30. Всего, как выяснилось, их на маршруте 2. Водитель не в курсе, почему не было его сменщика. Всем нормально должен был быть? Да, должен был быть, но его не было. Люди пошли пешком в Курьяново, по обочине дорог. Ну я-то вам ничего по этому поводу не могу сказать. У меня отправление было в 6.35, я был. То есть целый день сегодня будете ходить, да, по вашему графику? Ну, по графику, да. А вот как нам догадаться, в каком графике ходит автобус, в каком нет, нам общий вешают на два автобуса. Я вам этого не могу сказать. Как правило, ранним рейсами пользуются школьники и студенты. В основном те, кому к месту учебы приходится добираться с пересадками. Мне вообще этот автобус неудобен. Я учусь в 29-й школе. Потом на двух маршрутках мне приходится ехать. Обратно пешком иду. 108-й маршрут движется через вновь построенный Авдотинский мост до ЖД вокзала. А дальше только с пересадками. Получается больше 30 рублей в один конец. Но даже это можно было бы стерпеть, если бы соблюдался график и водители с уважением относились к своим пассажирам. Встречать ездию вот в Авдотино. Каждый день двое детей. Стоим на остановке, ждем вот этого автобуса. 40 минут. Думаю, слава богу, едет. Мы все прозябли. Он проехал посередке, даже не остановился. Мы как дураки за этим автобусом-то бегом. Ну и чего? Мы остались там и пешком давай идти. А ведь пешком, вы что знаете, это дети. У них пудовые сумки. Сейчас там по две книжки, не знаю какие. Вот мы их и тащим. В 7.50 появляется второй автобус. Именно тот, которого так и не дождались люди в 7 часов. Интересуемся, почему был сорван график. От меня что ходить? Хотим, чтобы ходили по графику. А мы ходим. То есть вы нарушили. Вы вовремя не вышли на работу. Я правильно понимаю? Вы нарушили. У меня все отмечено. Со скольки у вас рабочий день начинается сегодня? С 60. С 60? Почему тогда в 7 утра вы не оказались в деревне? Потому что такие блоки были. То есть вы ехали откуда с 60 до Белениц? С 60. Транспортных проблем жители Белениц не знали долго. Пока строился мост, для сообщения с Ивановым был продлен до их деревни 36-й городской маршрут. Через Курьянова и дальше по городу. Маршрутки ходили часто и точно по графику. Но на этой неделе жителям объявили об отмене продленного 36-го. Как нам объяснили, ГИБДД дежурило уже во вторник, 8 декабря с утра. Нельзя в Старом Курьяново выезжать на окружную дорогу ввиду того, что стоит трансформаторная будка очень близкой к дороге. То есть ГИБДД запрещает ездить. Это была временная мера, когда можно было. Хотя мы регулярно наблюдаем движение транспорта в район. В Тейково, в Ярославль ездят автобусы. В Рио очень много идет транспорт. Это большегрузы едет. Запрещающих знаков нет. Вот он, камень преткновения. Трансформаторная будка на улице Старокурьяновской сужает дорогу до 5 метров. По правилам для безопасного движения маршрутного транспорта минимальная ширина 8 метров. На наш официальный запрос с вопросом, можно ли перенести объект, раз он представляет опасность для движения, в Ивановской администрации ответили, что хоть сужает будка и их городскую дорогу, все же спрашивать следует с электросети. В областном департаменте отговоркой не ограничились. Исполняющий обязанности начальника Андрей Шушкин рассказал, что о проблеме знает. Установили, да, действительно факты, которые были департаменту предоставлены. Это были обращения граждан, подтвердились, к сожалению. Мы со своей стороны провели работу с перевозчиком, пригласили его в департамент, и эти факты были ему доведены. На сегодняшний день по информации, которую департамент предоставил перевозчик, он проводит работу по улучшению транспортного сообщения, чтобы вот эти факты нарушения графика, значит, не останавливаться на остановках по требованию, конечно, были устранены. Департамент со своей стороны усилит контроль. У меня нет сомнений, что здесь в самое ближайшее время мы наведем порядок. Приструнить распоясавшегося перевозчика просто. А вот восстановить отмененный 36-й маршрут гораздо сложнее. Транспортное сообщение, которое было по договору до ноября текущего года, было завершено. Мы, конечно, проведем работу, мы опросим жителей близлежащих населенных пунктов удобство, как осуществлять эти перевозки. Сделаем определенные выводы. И по итогам вот этого опроса будем работать, направлять свою работу для того, чтобы или организовать дополнительный рейс, или изменить существующий рейс. Но дело это не скорое. На улаживание всех формальностей и отшлифовку шероховатости уйдет как минимум два месяца. Жителям Белениц нововведений придется подождать. А вот 108-й автобус больше ждать себя не заставит, пообещал руководитель дорожного департамента. Наталья Гутарина, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.